Добрый день, друзья! С вами Тарас Березовец. 9 августа пройдут очередные президентские выборы в соседней Беларуси. Страна один из самых крупнейших соседей Украины. И мы видим, что украинской игры на этих выборах нет. Более того, ни одного кандидата, который был бы, очевидно, выгонен сегодня Украине, по результатам этих выборов нет. Нет. Власть Украины, ну, сказать так, устранилась от этих выборов. Это, наверное, будет немножко смешно звучать, потому что они не пытались никаким образом влиять. Хотя мы понимаем, что с учетом сегодня возросшей роли Украины и то, что если бы не началась украино-российская война, не начались переговоры в Минске, как площадка, батька никогда бы не смог вернуть свое положение, не смог бы наладить отношения ни с Штатами, ни с Европейским Союзом. Поэтому определенные обяза, как говорится, в таком случае, понятно, что у Беларуси перед Украиной есть, точно так же, как есть зависимость, прекрасное, учитывая давление России, которое нависает над Батькой, фактически, там, чуть ли не единственная страна, которая могла бы в этой ситуации укрепить, ну, кроме глобальных игроков, понятно, там, Соединенных Штатов, это могла бы быть Украина. Ничего этого не произошло. И самое печальное, что мы видим никаких подвижек в отношении того, что ситуация для Украины разрешится в хорошую сторону, нет. Что происходит сегодня в Беларуси? Понятно, что Лукашенко не может до конца разорвать свои связи с Путиным, но, очевидно, он чувствует давление, чувствует опасность. У него есть поразительное политическое чутье, можно сколько угодно над ним подтрунивать, но это единственный лидер постсовка, который находится при власти, напомню, 26 лет. Никто не побил его рекорд у Путина на 6 лет меньше. И причина этого заключается в том, что, очевидно, сегодня он понимает, что даже в случае его переизбрания на президентских выборах, Путин намерен его для начала ослабить, а потом заменить на более удобную кандидатуру. Вся вот эта оппозиция Бацьки, смешная, конечно же, которая обвинилась сегодня вокруг жены блогера Тихановского, который сам является абсолютным ватником, более того, он является таким крымнашистом до мозга костей, ездил в оккупированный полуостров, всячески проставлял Путина, Российскую империю. И понятно, что там нет ни проевропейской, ни про белорусской, собственно, оппозиции. И вопрос в том, что если Бацьку сметут, рано или поздно ему все равно придется уйти. И на смену ему может прийти, при всей красоте игры, и там это может оказаться еще более худшая политическая сила, для Украины в частности, чем Бацька. Потому что, по крайней мере, что он делает твердо, он сдерживает попытки русских превратить Беларусь в такую, скажем, российскую военную базу. Попытки эти предпринимались и при Ельце, и, соответственно, и, конечно же, при Путине. И поэтому сегодня его активно качают. Понятно, что Бацька, скорее всего, всю эту историю с вагнеровцами придумал. Ну, в том смысле, что они путешествовали для участия в совершенно другом конфликте. Он их забел, как говорят в такой ситуации, их замели, как и башники Беларуси. Но реально маловероятно, что они действительно прибыли туда для свержения его режима, для дестабилизации ситуации. Это совершенно не означает, что там не находятся другие группы. Просто вот это конкретное, то, как они легендировались, то, как они прятались в кавычках, наводит на мысль, что они точно не приехали с целью свержения Бацьки. Но это не означает, что там нет других групп, которых, может быть, там сотни людей, а просто их на сегодняшний день физически не нашли. То есть после этого задержания они просто все легли на дно. И у Лукашенко, у которого серьезнейшие проблемы с рейтингом, и надо понять, что он реально может эти выборы проиграть, если будет честно, он столкнется с массовыми акциями протестов, которые в том числе будут подогреваться русскими, и будут подогреваться Кремлем, безусловно. Вопрос лояльности силовиков. Если силовики были в Украине подотчетны, если Януковича не слушали, и в 2013-2014 году, как мы помним, Беркут начал стрелять в мирных украинских граждан протестующих, то вопрос будет ли это, произойдет ли это в Белоруссии. Если это начнется, не покатится ли это по кровавому сценарию румынскому, когда мы помним супружескую черту Чаушеску, просто расстреляли. И вопрос просто в лояльности этих силовиков, он, очевидно, сегодня лежит на поверхности, они просто могут сдать батьку, поскольку им гораздо проще договориться с русскими, он действительно всех уже немножко подбастал. Как-то говорят, там есть лояльность и тому прочее. Какая-то часть силовиков, безусловно, будет им лояльна, потому что они понимают, что им фигурально говоря кирдык в этой ситуации, если придет любой другой президент, даже гарантированный Москвой. И на выходе мы получим либо ослабленного Лукашенко, который подавит эти акции протеста силой, и, конечно, с ним никто не хочет, не захочет встречаться. Кстати, интересно, почему Зеленский договорился ехать к нему в гости, еще не дожидаясь итогов выборов. А если будет кровавое подавление? А хуже того, если он проиграет, хуже почему? Потому что придет еще худший для нас президент, под личиной такого там а-ля анти-Лукашенко, они приведут абсолютно ватную российскую какую-то скотину, извините, которая очень быстро проведет парламентские выборы и заведут очень быстро нужных людей, и тогда они под триколорами побегут обратно в Советский Союз, считая в Российскую Федерацию. Шесть областей Беларуси просто станут шестью субъектами Российской Федерации. Поэтому ситуация будет крайне тяжелая, крайне напряженная. Еще раз повторю, независимо от того, подавят он эти протесты или они сыграют против него, Беларусь в любом случае ожидает очень сложные месяцы хаоса в ближайшее время. И мы это все увидим, и это все будет направлено против Украины. А мы понимаем, превращение их в субъекты Федерации автоматически означает заведение туда, на север, который сегодня сейчас абсолютно не прикрыт, новых и новых подразделений российских войск. Собственно говоря, не для этого ли Путином все это затевалось. Подписывайтесь на мой канал, активно спасибо, что вы делаете. Спасибо, что смотрите. Продолжим внимательно эту ситуацию отслеживать. С вами был Тарас Березовец. До новых встреч.